Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Компураторы выставки, о которой я сейчас объявлю совсем, так сказать, масштабом, Алексей Манипов и Лия Чечек. Здравствуйте. Здравствуйте. Выставка ваша называется «Игра с шедеврами от Арни Матисса до Марины Абрамовича». Правильно я все сказала? А то, знаете, у меня очень хромает образовательный момент. Андрей Матисса, наверное, да? Андрей. Вот, видишь. Вы, самое главное, да речи не теряйте. Если я что-то не то говорю, вы меня смело поправляйте, иначе у нас же, знаете, образовательная функция. Мы как-нибудь не так людей образуем, а потом будут к нам претензии. Выставка у вас непростая, выставка у вас аттракцион, и хочется спросить, как вообще такое возможно? Ведь в музее не бегать, не кричать, ничего не трогать. Аттракцион каким образом? А мы решили поломать все законы. Пожалуйста, поблизи разрешить всем и бегать, и прыгать, и кататься с горки. Да, Леш? Да, да. Друзья, сейчас многие родители детей культурных, где это, когда, чего, куда приезжать. То есть у нас есть дети, которые хотели бы побегать, попрыгать, и прячутся с культурой. И это проходит в Москве, в Еврейском музее и центре толерантности, до 14 апреля. Ага, то есть уже прямо началось? Да, открылся 14 февраля и до 14 апреля. Ну, если не секрет, расскажите, как вообще родилась такая идея? То есть с чего это начиналось? От момента, когда мысль пришла в голову и полностью реализовалась? Да, сколько времени прошло. Тут сложились прекрасные обстоятельства. Музей давно хотел делать какие-то семейные проекты, а у Алексея и его прекрасной жены Ики растет маленькая дочка, с которой они ходили по музеям в разных странах, где дочку всегда останавливали, не давали не зайти в помещение очередной выставки, до чего-то тронуться. И вот как-то так совпало, что мы вместе объединились в этом и сделали эту выставку. Ну, а вот почему? Надо же детей наоборот как-то приобщать. Почему не пускали-то? Ну, потому что нашей дочке было 4,5 года. Мы пришли на выставку Босха в Прадо. И, в общем, мы были единственными там родителями с детьми. На второй раз спросили, точно ли вы ходите на Босха с ребенком. И когда мы там оказались, стало понятно. То есть ей было интересно, но при этом там все было неудобно. Картины висят высоко, за спинами взрослых ничего не видно, для детей ничего не предусмотрено. И, в принципе, не подразумевается, что дети вообще там могут оказаться. Ну, вот вообще. И когда мы вышли с этой выставки, через какое-то время Мика сказала, что классно было бы сделать выставку, которая с настоящим искусством, но которая имеет в виду, что дети могут на ней оказаться. Комфортные для того, чтобы дети там могли себя чувствовать. И чтобы детям было интересно. Помимо всяких техники безопасности произведений. Да, да, да. Вообще удобства пространства для детей, чтобы им было комфортно смотреть на произведения, чтобы им было там интересно. Мы сейчас подробно поговорим об организации пространства и что же там есть из аттракционов. Но я хотела спросить, а как же шедевры, как же полотна? Вы будете их каким-то особым, я не знаю, антивандальным покрытием покрывать, чтобы, не дай бог, никакой ребенок там мелком ничего не нарисовал? И ногтиком не поцарапал. Да, ну интересно же, потрогать хочется все. У нас замечательный архитектор Алексей Трегубов, которого мы пригласили построить это пространство для нашей выставки. И он удивительным образом нашел компромисс между всеми музейными хранительскими установками и правилами безопасностями и нашей идеей того, что искусство должно быть доступно детям. Поэтому есть некоторые работы повешены на уровень глаз детей. Но при этом он сделал такие специальные защитные помосты, которые все-таки немножко держат на дистанции детей от произведений. Какие-то произведения все-таки за стеклом. Но при этом они находятся в каких-то шкафах или нишах, в которые интересно заглянуть и некий стимул исследовать это пространство. То есть как нарния залезает в шкафах? Малевич там, по-моему, у вас где-то спрятан так хорошо. Не только Малевич. Малевич маленький внизу, но есть еще Виктор Пиловаров, есть Александр Дейнека и многие другие. Кто еще есть, друзья, мы узнаем очень скоро. Будьте в компании Страна ФМ, не переключайтесь. Друзья, делайте с любовью свою жизнь интереснее, креативнее не только в плане работы, но и в плане досуга. Здесь вам поможет телерадиоканал Страна ФМ, потому что мы плохого не посоветуем. Мы советуем только хорошее. Итак, выставка «Аттракцион для всей семьи. Игра с шедеврами» от Анрии Матисса до Марины Абрамовича проходит прямо сейчас. Еврейский музей и Центр толерантности представляет эту выставку. У нас сегодня про нее рассказывают Алексей Манипов и Лия Чечик. Давайте слушать, что дальше там. Кураторы этой выставки, да. Мы хотели вот у вас поспрашивать такие жизненные истории. Но понятно, что дети — это всегда что-то непредсказуемое. Вы продумали практически все до мелочей. Там картин на уровне глаз, какие-то под мосты и так далее и тому подобное. Но есть ли уже в процессе, то есть вот началась выставка, и какие-то моменты, которые вы не смогли предусмотреть? Внесла ли жизнь свои коррективы, Илья? Ну, вы знаете, это как про проект «Дау» говорят, что это «эксперимент is ongoing». То есть у нас эксперимент только начался, и будет еще эти два месяца. И мы посмотрим, будет интересно поговорить об этом в конце проекта. Сейчас прошла первая неделя работы выставки. Мы, к сожалению, закрыты в субботу, потому что мы еврейский музей. Но мы открыты в воскресенье, и, естественно, основной поток посетителей был в воскресенье. Я всем советую приходить к нам в будни, потому что в воскресенье там толпа. Из такого, что показало первое воскресенье, что мы отменяем все экскурсии по воскресеньям, потому что их невозможно там проводить. Почему? Почему вы рассказываете? Потому что поток. У нас очень много людей. Лучше пораньше прийти. И лучше освободить пространство для всех посетителей и не проводить какие-то групповые мероприятия. Потому что у нас была на первое воскресенье запланированная двигательная экскурсия. Это как двигательная? Мы пригласили замечательных педагогов, танцотерапевтов, которые провели вот эти двигательные телесные экскурсии. Соответственно, они через движение, через танец учили детей выражать свои чувства, эмоции от увиденных работ. А какие танцы для детей? Никаких. Это двигательные. Это не были танцы в прямом смысле. А ты просто думала, танцы им не Малевич, а там вот все это вот. Вот они должны были вот так проходить в движении, думать о том, что они... Вся наша выставка, потом Алексей больше об этом скажет, про эмоции и про чувства, что искусство нужно понимать. И первый отзыв от искусства это всегда не каком-то на интеллектуальном, умственном уровне, а именно на уровне чувств. С какого возраста дети там могут ощутить, действительно, что-то понять? С любого. С любого. Ну, то есть в три года уже нормально? Я дочь... В полгода тоже нормально. Да, абсолютно. Честно говоря... Без возрастных ограничений, правильно? Без. Ноль плюс. Можно я вот задам такой вопрос? Не то, чтобы я с вами ни в коем случае не согласна, просто недавно я посетила концерт симпанического оркестра. Если вы знаете, такая программа Кармина Бурана, и там вот тоже транслировались картины Босха прям в полную величину. И передо мной сидел ребенок, наверное, года четыре ему было в смоке, в бабочке, в смокинге, в бабочке, значит, такой интеллигентный совершенно мальчик. И он весь концерт смотрел на это как на чудо. При том, что за мной сидели люди где-то 25-27, они глупо хихикали, когда показывали картины Босха. Поэтому вот у меня тоже в тот момент возник такой вопрос. Как это вот? То есть кто-то не созревает даже в 27 для искусства, а кто-то созрел уже практически с пеленок. Ну, он просто еще не знает, как правильно, поэтому он реагирует непосредственно. А ребята в 25, они уже знают, как правильно, как неправильно, что здесь надо похихикать. Как бы так принято в их кругу, да? Поэтому это как раз абсолютно нормально. Все равно же каждый чувствует по-своему. У нас как раз выставка про это. Но иногда в искусстве, да, бывают какие-то не то что противоречивые моменты, но моменты, которые вот просто зайдешь с улицы, они у тебя вызывают много вопросов. Может ли искусство как-то вот плохому научить вашего ребенка? Нет. Нет. В жизни же тоже бывает много противоречивых моментов. Мы же не отменяем жизнь на этом основании. А нужно что-то объяснять ребенку, потому что ребенок это все-таки как губка, да, открытая книга, в него нужно знания закладывать. Или просто вот эмоционально. Предварительная подготовка. Нет, 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 у нас как раз вся идея в том, что не надо в него ничего закладывать. Ведь, упаси Господь вообще, пусть в другом месте что-нибудь заложат. А здесь вся выставка как раз про то, что не надо ничего закладывать ни в ребенка, ни в взрослого, потому что, ну, надо трезво понимать, что в нас с вами тоже не доложили разного, да, поэтому кому чего не доложили, мы гарантировать не можем. И знания у всех разные, а зато чувства у всех есть, и все умеют чувствовать. У всех есть эмоции, у детей, у взрослых, у пенсионеров, у всех. Поэтому эта выставка как раз про то, что мы разрешаем вам ничего не знать. Не надо ничего знать, там текстов нету практически. И трактовки никакой нет. Никаких трактовок, никаких кураторских объяснений. Экскурсоводы тоже, в общем, не рассказывают про то, что это за художники, что это за школа, за направления. Об этом рассказывают все остальные музеи на свете. А мы как раз не рассказываем. Мы говорим про то, что это необязательно. То есть можно просто почувствовать искусство, стоя напротив картины. Это не единственный способ, и нет никакого правильного способа, да. Вы можете как раз много знать, и это вам поможет. Есть всякий опыт, который вам может помогать. Но, в принципе, это история про то, что ты можешь что-то почувствовать, ничего не зная. Какие-нибудь аудиогиды есть вот в этом вопросе? Можно подойти, например, хэштег какой-нибудь там с... Нет, аудиогидов нету. Мы как раз специально не делали аудиогидов. Специально не делали. Чтобы просто смотреть и... Чтобы люди просто смотрели. Чтобы люди не открылись. У нас есть экскурсия, но экскурсии, которые не сразу приходят, ждал из рассказа. Это там художник Фрэнсис Бэк, он родился тогда-то. Они сначала взаимодействуют с группой, спрашивают, что они чувствуют, что они думают про это все. А потом уже в процессе разговора начинают все-таки рассказывать что-то про эти произведения. Что еще там есть, друзья, интересного, мы узнаем очень скоро. Будьте в компании «Страна.ФМ». Если у вас есть вопросы для наших гостей, оставляйте их ВКонтакте. Существует публикация, которую мы подготовили к визиту Алексея Ильи. Пишите там. У друзей Алексей Мунифов и Лия Чечик в гостях у теле-радиоканала «Страна.ФМ». Мы продолжаем говорить о том, где можно чудесно провести время всей семьей и сколько времени надо на это потратить. Игра шедевра у меня от Андрея Матисса до Марины Абрамовича. Видите, прошло уже всего 20 минут, а я как образовалась, уже больше не делала ошибки в элементарных вещах. Абрамович. Ах, ах, ну все, ну все понятно, да. Кстати, Марина Абрамович, я смотрела несколько ее перформансов, несмотря на то, что я до сих пор неправильно произношу фамилию, они немножко такие были жестковатые, особенно когда она доверила свое тело, и каждый из проходящих мог сделать с ним все, что угодно. Что вы покажете из ее работы? У нас перформанс, который называется «А», где она кричит на своего тогдашнего партнера Улая. Они кричат друг на друга 10 минут, пока кто-то кого-то не перекричит. Но это в записи. Да, это видеозапись, гигантская проекция, такая пятиметровая на стену, там еще зеркало напротив. То есть это такой зал, в который ты попадаешь, и там много крика. Вот интересно, а как дети реагируют? Дети же обычно на крик, они как бы съюживаются. Подпевают, скажем так. Дети обалдевают. Нет, там было очень смешное, я видел историю, когда шла мама, значит, с сыном, и типа отчитывала его, что ты в музее, здесь нельзя кричать. После этого они, значит, заходят в зал, а там гигантский крик на всю стену. Ну и помимо всего прочего, этот зал, в который ты попадаешь, съехав с горки, и он сначала увидел горку, и как бы на маму посмотрел, что типа что-то мне рассказывало. А потом, когда они съехали, ты съезжаешь, попадаешь в фонтан крика. И вот когда дети там оказываются, ну, конечно, все по-разному реагируют, потому что, ну, крик, всем понятно, что это такое, да, но непонятно, почему это в музее, в каком они, в какой связи этот крик с картинами, которые там висят, да. Они создают некоторое такое пространство таких тяжелых первобытных эмоций. Там абстрактная большая картина Ансельма Кифера, рядом Перасмани, рядом Владимир Яковлев, и все это вместе. Мы как раз хотели сделать такой первый зал встряску, чтобы ты туда попадаешь, ты-то, во-первых, проваливаешься как бы в нору фактически, и там как бы, там тебя встряхивает, и дальше ты уже идешь немножечко измененный. Вот обсуждений у вас нет шедевров, но вы позаботились о том, чтобы ребенок мог высказать свое отношение посредством наклеек и книжки, которые вышли в специальном тираже. Да, каждому на входе выдается такой лист, на котором все работы, их нужно найти, и лист с наклейками, с семью, эмоциями разными, да, и это такой эмоциональный дневник. Ты ходишь, смотришь на работу, и наклеиваешь ту эмоцию, которую ты в этот момент чувствуешь, или набор эмоций, это как бы кому как придется. Это тоже такой способ развернуть зрителя в сторону собственных ощущений, да, не в сторону того, что типа я должен разгадать замысел художника, вот не это все, да, а типа что я сейчас ощущаю. Когда ты это делаешь, физически это действие производишь, в этом есть некоторые такой, ну как бы, и педагогические посылы, и терапевтические, и какой угодно. Главное, это просто фокус внимания смещаешь. Понятно, что когда людям выдается наклейки, особенно детям, когда выдается наклейки, они наклеивают их на все сразу, как выяснилось. То есть музей вздрогнул, потому что люди наклеивают на буклеты, на стены, на хранителей, на кого угодно, и поэтому теперь с этим немножко... Главное, чтобы не на работу не наклеивали, все остальное, в общем, не так страшно. А кроме того, мы написали книжку с моей женой Икой, которая... Это такая детская книжка с заданиями, которая называется «Мой личный музей эмоций». Такая небольшая книжечка, продается она в лавке музея. И там разные задания, которые... Ты делаешь свой личный музей эмоций. Рисуешь его как-то, рисуешь себя, рисуешь там кого-то, отталкиваясь тоже от работ, которые есть на выставке. Потом у этой книжки выдирается обложка, и ты ее ставишь, и становится такой, как картонный музейчик. Там на стенах эти работы развешиваешь. То есть это такая маленькая штука, которую ты можешь взять с собой. На выставке даже не обязательно быть, чтобы ей пользоваться, потому что это такая самостоятельная история. Она, в общем, и про искусство, и про эмоции, и просто такое приятное времяпрепровождение, которое я всем рекомендую. А нет у вас желания как-то проанализировать результаты? Допустим, вот инсталляция с криком, какие эмоции она вызывает у детей, или там фонтан... Ну, фонтан-то и есть крик. Про пространство мы потом поговорим, как еще там организован. Но вот просто вы можете проанализировать, сколько эмоций вызывает? Да, мы можем только подглядывать людям через плечо, чтобы смотреть, что они наклеивают. На самом деле все по-разному. То есть вот сколько я ходил, подсматривал, там нету такого, что вот мы точно знаем, что эта работа у всех вызывает там... Просчитать невозможно. Нет, в этом-то и смысл. То есть мы на самом деле, когда эту выступку придумывали, у нас была идея, что давайте сделаем там зал радости, зал страха, зал грусти. Соберем такие картины, которые, как нам кажется, но это точно картина радостная. Да, Алексей, чтобы нам не попасть в зал грусти, вот от нашего звукорежиссера, мы сейчас сделаем паузу, ну а потом вернемся. Не переключайтесь. Я, между прочим, тоже чувствую некое обновление, потому что действительно иногда кажется, что ты просто не смеешь переступить порог музея, потому что ты должен обладать вот этими знаниями, этими ты должен начитаться, чтобы производить какое-то впечатление. Диплом искусствоведа предъявляешь на входе. Да, а вот мы с вами общаемся, я понимаю, что я делаю в чем-то ошибки, но тем не менее, да, есть возможность порассуждать, есть возможность как-то это прочувствовать, есть возможность понять, какой вклад делает ваша выставка вообще в подрастающее поколение, за что вам огромное спасибо. Мы с вами вне эфира говорили про критику. Если можно, вот прям пару слов про то, какую критику вы получили, потому что как можно вообще критиковать то, что само по себе новаторство такое? Ну как раз... Легко. Легко. Самое главное, что можно сделать с новаторством, это как раз критиковать. А пока единственное, что мы слышали из критики, к счастью или к сожалению, но очень интересно, что мы нивелируем рамки, границу между шедеврами, между настоящими произведениями искусства, и вот детской площадкой, каляками-маляками и так далее. Потому что у нас есть зал, где висят автопортреты потрясающие Матисса из Государственного Эрмитажа, а рядом висят доски, где можно маркерами порисовать детям. Свинкупе понарисовали. Но мы не говорим, что ребенок способен нарисовать так же, как Матис. Мы предлагаем попробовать себя. Может быть, тебя это заинтересует, тебе это понравится. Да, и ты к этому дальше пойдешь. Мы как раз никак не нивелируем, мы не сводим шедевры до какого-то низменного уровня. Наоборот, мы пытаемся создать некое пространство, в котором ребенку или человеку, который не близок к искусству, будет интересно, любопытно. И выйдя оттуда, что-то в него заронится, что-то там прорастет. Родители увидят потом в ребенке. Да, и он что-то запомнит, ему будет интересно открыть книжку и посмотреть, а что это такое было. На самом деле детское каля-маля, оно же имеет огромное значение. Во-первых, дети всегда рисуют то, что их беспокоит. Поэтому там, я не знаю, какие-то психологи в детских садиках, в школах они всегда обращаются к этим рисункам. А вообще, я считаю, что дети, они как-то к космосу ближе. То есть у них вот эта связь, она налажена, она у них открыта. Поэтому то самое время. Вы заговорили про пространство. И давайте все-таки поговорим, как организовано пространство. За какое время можно пройти эту выставку и что там можно потрогать, посмотреть, где проехаться еще раз. Ну, пройти ее можно, мне кажется, за полчаса легко, ну, минут за сорок. То есть она на самом деле небольшая. Но при желании там можно зависнуть. И когда мы ее придумывали и обсуждали с архитектором, у нас была идея изначально, что мы хотели какие-то картины спрятать, каким-то картинам поставить лесенку, чтобы можно было забраться. То есть там была такая тактильность, игра, что-то спрятать за ширмы. И когда мы начали это обсуждать с Лешей Трегубовым, который архитектор выставки, он вспомнил про Алису, в которой начинается она с того, что девочке было скучно. И было скучно, а потом она провалилась в нору, и все завертелось. И он придумал, что должна быть такая, как бы скучная зона, из которой ты проваливаешься. И это, собственно, вот эта нора, это горка. То есть он нарисовал такой макет, в котором ты поднимаешься по помосту некоторому, и это как бы часть, в которой есть какие-то тексты, там есть тоже работы, но она довольно небольшая. А потом ты доходишь, а там горка. И ты съезжаешь с горки, и дальше начинается несколько залов, внутри которых по-разному придуманы разные, не трюки, но подходы к картинам. Там есть видео-арт, там есть анимация экспериментальная, там есть, собственно, картины в основном, да. И там в одном из залов все картины спрятаны. То есть ты заходишь, там просто белый зал, там ничего не висит на стенах. Только наклики. Их как-то нужно найти. Наклики, слава богу, тоже их там нет, да. А в соседнем зале вот там есть зал с автопортретами и портретами, и там есть автопортреты Матисса, а рядом действительно висят доски, на которых ты можешь порисовать сам. В чем, мне кажется, вообще нет никакого, ничего такого. Потому что в обычных музеях тоже, когда приходит детская экскурсия, они рисуют рядом с картинами. Это вообще обычная практика. Самое лучшее, да. Да, ну и кроме того, невозможно принесить Матисса никак. Что бы ты не нарисовал рядом, ни ты к нему не поднимешься, да, ни он до тебя не опустится. То есть он на самом деле существует абсолютно в таком параллельной вселенной. И возвращаясь к тому, как устроена выставка, ты проходишь по этим залам. Это такой немножечко лабиринт, там где-то больше, где-то меньше. То есть мы играли с драматургией, да, чтобы у тебя было ощущение, что ты переходишь, у тебя разные такие эмоциональные состояния и вообще состояния. Где-то светло, где-то темно. То есть там есть такой какой-то маршрут, по которому ты проходишь, в том числе чувственный. И там в последнем зале, например, там висит громадная работа Бриджит Райли. Это опарт. Это такое большое цветное абстрактное полотно с такими кривулями. И мы придумали волнистый пол. То есть чтобы поддержать вот это ощущение движения, неустойчивости, как бы ходишь по этому волнистому полу и тоже по-другому чувствуешь, потому что у тебя включается не только мозг, который в музее обычно подразумевает, что только он может работать, но еще и тело. Потому что тело есть у каждого, и оно тоже влияет на то, как мы себя чувствуем. И вот проходя по этому лабиринту, ты что-то начинаешь чувствовать, что-то ощущать, где-то ты хмыкаешь, что-то тебя раздражает, что-то тебе нравится, и потом ты выходишь и преображенно идешь домой. Такой у нас план. Как дети на пол на этот реагируют? Отлично. Дети ползают по нему, сидят на нем, лежат на нем. И все можно, и все это приветствуется. Да, конечно, конечно. Слушайте, а горка, она только для детей или для взрослых? Для всех. Наоборот, взрослые, когда видят, что просто приходят в серьезный, взрослый, конечно, он не поедет по горке. А если он приходит с внуком или с сыном, то как бы ему... И он сразу первый едет. То есть мы много раз видели, когда приходит там степенный дедушка какой-нибудь и первый несется по этой горке. Тестирует, конечно. Потому что можно. Да, он как бы... Я должен проверить, конечно. Но мы-то знаем. На самом деле, да. То есть все со страшным восторгом. Это мы наблюдали на открытии. Пришел художник-архитектор Александр Бродский, работа которого есть на выставке. Он степенный, медленный, великий художник. И наш друг. Вот. И мы, конечно... То есть он, увидев горку, просто не раздумывая, сразу по ней сиганул. И как бы... Это было настолько естественно, но и при этом настолько приятно. То есть там нету никакой в этом смысле возрастной градации. И поэтому я, в принципе, сейчас там все чаще говорю, что мы как бы притворились, что это детская выставка, потому что это классно и приводит много людей и так далее. На самом деле, она настолько же взрослая, насколько и детская. Там нету ничего специально детского, нету никакого сюсю, ничего вот как там, раскрасочку в углу положили, и типа сразу это детская... То есть эта выставка, она одинаково работает и на детей, и на взрослых. И нам многие друзья, которые с нами пришли с детьми, потому что детская же, да, они к нам потом приходили и говорили, что вы нам не сказали. Я в следующий раз теперь приду один, сам, в будний день. Ну то есть много людей приходит по второму разу уже без детей, потому что они поняли, что там на самом деле ничего специально детского нет. Это просто такое пространство, в котором каждый что-то для себя находит. И взрослые как раз... То, что вы сказали, что надо подготовиться с учебниками, вот они... Этот переход горкой, он настолько как бы... Он задумывался как детский, но совершенно он работает именно для взрослых, потому что взрослые, которые решаются проехаться, они вот весь свой багаж оставляют там наверху. Правильное состояние. И они абсолютно погружаются в это пространство выставки, в эту атмосферу, и выходят... Я никогда не видела таких счастливых лиц в музее. Да я себя представляю, я уже в восторге при одной мысли об этом. То есть чувство собственной важности у них так... Все, и они полностью погружены в выставочную атмосферу. Пока вы смотрите, когда поедете на выставку, у нас маленькая пауза, а потом мы продолжим. Лучшее в стране. Дамы и господа, не забывайте, продолжается выставка «Аттракцион для всей семьи. Игра с шедеврами» от Андрея Матисса до Марины Абрамовича. И мы сегодня говорим про то, как там круто, как там интересно всем, и взрослым, и детям. Да, всем и взрослым, и детям. Я хотела ведь спросить у вас про то, что с одной стороны вы не даете теоретическую часть, да, там эмоции, бегаешь, все трогаешь, но с другой стороны в рамках этой выставки у вас проходит огромное количество интереснейших лекций и мастер-классов. Не только лекций, всего. У нас... Космическая программа. Космическая и по объему, и по качеству. В среде какая звезда и комета. Да, потому что, мне кажется, на все два месяца работы выставки музей погрузился в мероприятие вокруг к этой выставке. Вот позавчера была первая лекция, вчера был первый концерт. Есть лекционная программа. Мы пригласили много экспертов, художников. Вот первая лекция была Дмитрия Гутова, психологов, говорить про современное искусство, про эмоции, про то, как важно говорить про эмоции с детьми и вообще со взрослыми. Мы делаем даже конференцию про детей в художественных музеях, про то, как приводить детей, о чем с ними разговаривать, как их приучить любить искусство. И мы привозим потрясающих спикеров. Франсуазу Барб-Галле, она написала такую хрестоматийную книжку, как говорить с ребенком о современном искусстве. Мы привозим главу из State Kids и из Музея современного искусства из Нью-Йорка, директора Family Programs. Вот Леша по основной своей профессии музыкальный критик, и он придумал фантастическую программу концертов, где современные наши соотечественники-композиторы играют музыку, которая что-то в них... Мы назвали это... Я так чувствую. Какая музыка? Которая эмоционально близка. То есть вчера был концерт Александра Маноцкого, композитора с Кураж-квартетом, которые играли его музыку. Будет следующий скрипач Роман Минс и товарищи, которые будут играть Бриттона, Десятникова и Брамса. Ну, в общем, классическая музыка. И будет Алексей Любимов, такой великий пианист, который тоже... Они все выбирают музыку сами, которая как-то... Какое-то отношение имеет к жизни, какое-то вызывает у них сильную эмоциональную связь. Ну, в общем, какую-то свою вот такую программу тоже вокруг эмоций. Как можно узнать, где, в какой день... Все на сайте jewish-museum.ru Понятно, что очень большая программа детская. Там мастер-классы, художественные классы, всякие разные экскурсии, как мы уже говорили, телесные, двигательные, и просто обыкновенные экскурсии. Там есть экскурсии, где дети ведут детей. Да, есть дети, которые ведут... Ученики студии «Цех», они проведут наших детей сквозь выставку. У нас будет потрясающе целый день такого известного Елены Макаровой. Она арт-терапевт. Мы ее привозим из Израиля. Она проведет свой мастер-класс в воскресенье 10 марта для детей. При помощи живописи, да, все это? Они будут, по-моему, делать какую-то 3D большую из картона, из всяких материалов, большую версию картины Пивоварова, которая представлена на выставке. А 11 марта для взрослых то же самое. И очень важно сказать, что мы эту выставку сделали доступной для всех, не только для детей. Это наш первый эксперимент, первая попытка сделать выставку полностью доступной для всех людей с различными ограничениями. В пространстве выставки установлены тактильные модели. Понятно, что они специально сделаны для слабовидящих, но они невероятно популярны среди всех посетителей. Островидящих. У нас замечательная команда, которая вводит экскурсии, дискуссии для слабослышащих, для слабовидящих, для лиц с какими-то умственными ограничениями. Это все... Мы сделали специальный тифло-комментарий, который можно скачать на сайте фонда наука, спорт и культура. Особый взгляд. Сенсорная карта для детей-аутистов. Да, для детей-аутистов. Очень много всего. И, в принципе, наш музей довольно доступный, потому что билет на выставку стоит 300 рублей, а льготный, то есть для детей, 150. А для людей с инвалидностями он вообще бесплатный. Слушайте, вы просто... Это такое масштабное какое-то мероприятие, какое-то чудо, да? И когда вы сказали вот эту цену на билет, мне кажется, многие из наших зрителей и слушателей сказали, что не расслышали? Сколько еще раз? 300 рублей. Ребята, нужно идти... Проведите завтрашний праздник... Не завтра, а воскресенье. Ну да, праздник прошел, а потом сходили. Значит, по поводу кафешки, ну для детей тоже, это же важно. Есть же они хотят всегда. Растущие организмы. Есть музейное кафе, есть музейная лавка, где можно купить книжки и всякие сувениры. Все есть. Отлично. И можно пойти посмотреть весь остальной музей. Вообще, это классное место. Многие там не были, а вот сейчас приходят и такие... Леша, вот с этого надо было начинать. Вообще, это классное место. Да, у нас сейчас потрясающая другая идет выставка про Осипа Мандельштама одна, а другая про Анну Франк. Мы еврейский музей, и эта выставка посвящена девичьим дневникам, написанным во время Холокоста. То есть, довольно разносторонняя выставочная программа. Надо адрес сказать еще, потому что... Улица Образцова, дом 11, дробь 1А. И еще раз сайт jewish-museum.ru И еще раз напомним, что выставка началась, идет и будет идти до... 14 апреля. Слушайте, как хорошо. Все проговорили. И мы закрыты по субботам. А по воскресеньям лучше избегать, потому что там очень много народа. Постарайтесь будни выкроить. Вот в обед забирайте ребеночка из школы. Раз, прошли с ним за 40 минут выставку, поели что-нибудь в кафешке, вернулись на работу. Правда здорово. А еще, наверное, важно сказать, что если вы приходите без детей, то музей открыт с 12 до 22 часов. То есть можно после работы к нам приехать. Да, это тоже очень круто. И это каждый день с воскресенья по четверг. 10 вечера, то есть можно успеть поздно. Большое спасибо. Друзья, успевайте, наслаждайтесь хорошей культурной программой. Становитесь возвышенней. Алексей Манипов и Илья Чечик были у нас в гостях. Огромное вам спасибо. До новых встреч и удачи вам. Спасибо большое. Спасибо.